В столице 11.00 мы продолжаем рассказывать о происходящем в Украине и мире и о главных событиях. К этому часу далее в выпуске. С начала суток один украинский военнослужащий получил ранение на Донбассе. Российско-оккупационные группировки более 10 раз обстреливали укрепления вооруженных сил Украины, при этом 6 из них из запрещенного вооружения. Об этом телеканал ЮАТВ сообщил представитель пресс-центра операции объединенных сил Александр Петрук. За минувшие сутки оккупанты провели 73 обстрела. Один украинский военнослужащий погиб, четверо раненые, 20 раз боевики открывали огонь из артиллерии и минометов. Наши войска вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику, в частности на Луганщине, в районах населенных пунктов Крымская, Новозвановка, Троицкая. Окупанты пытались вытеснить украинские подразделения с выгодных оборонительных позиций. На Донецком направлении боевые действия продолжались в районе Зайцево, Верхнеторецкого, Каменки, Новгородского, в Авдеевской промзоне и в окрестностях Маринки. По данным разведки, за минувшие сутки уничтожены двое и ранены шестеро оккупантов. Россия и прокремлевские силы в Украине пытаются помешать признанию автокефалии Украинской православной церкви. Об этом говорится в официальном обращении предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета. Отмечается, Московская митрополия в приходах Московского патриархата в Украине собирает подписи прихожан против автокефалия. В синоде УПЦ Киевского патриархата выразили протест против вмешательства России в церковные дела Украины и отметили действия Московского патриархата, нарушая украинское законодательство и разжигают межконфессиональную рознь. Известны многочисленные факты политического и государственного вмешательства со стороны Российской Федерации и прокремлевских политических сил в Украине в процесс признания с целью помешать ему. Через дипломатические и другие каналы в интересах властей России и Московской патриархии осуществляется давление на Константинопольский патриархат, другие поместные православные церкви. Прокремлевские политические структуры в Украине организовали сбор подписей, которые, по их мнению, должны засвидетельствовать нежелание православных в Украине поддержать начатое дело. Ответственность за нападение в Париже взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Вечером в субботу неизвестный мужчина с криками «Аллах Акбар» бросился с ножом на прохожих неподалеку от здания столичной оперы, сообщают правоохранители. В результате один человек погиб, четверо ранены. Полицейские сначала пытались задержать подозреваемого при помощи электрошокеров, однако им этого не удалось, после чего нападавшего застрелили. Расследованием занимается антитеррористическое подразделение прокуратуры, местные СМИ. Со ссылкой на источники сообщают нападавший выходец из Чечни. По данным французских властей, родители преступника задержали, их допрашивают сотрудники полиции. Потом мы услышали выстрелы примерно в 100-150 метрах. Я пошел в ту сторону, и ко мне подбежал полицейский. Он спросил, есть ли жертва, и где. Мы показали, а затем спросил, кто стрелял. И он ответил, что полиция, и что нападавший нейтрализован. Девять человек погибли, 40 ранены вследствие серии терактов в Индонезии. В трех церквях города Сурабая заложили бомбы. Первый взрыв произошел около 7.30 утра по местному времени в католической церкви Святой Марии. Через 10 минут еще два взрыва прогремело в протестантской церкви и церкви Пятидесятников. Официально о своей причастности к нападениям пока никто не заявил. По данным представителей спецслужб, в терактах виновна местная группировка, связанная с террористической организацией «Исламское государство». На месте преступления работают следственные группы. Украинский боксер, профессионал Василий Ломаченко стал чемпионом мира по версии WBA в легком весе. В 10-м раунде поединка на ринге Мэдисон-Сквер-Гарден украинец победил венесуэльца Хорхе Линареса. Для Ломаченко этот бой стал одним из самых сложных на профи ринге. В 6-м раунде он впервые в своей карьере оказался в нокдауне. Но спустя несколько раундов собрался и отправил венесуэльца в технический нокаут, нанеся ему удар по печени. Ломаченко отобыл чемпионский пояс уже в третьей весовой категории с новым рекордом. Сделал это в 12-м поединке. Промоутер Боб Арум заявил, что следующий бой Василия состоится 25 августа на домашней арене Лос-Анджелес Лейкерс. Сам Ломаченко сказал, что готов к бою-реваншу с Линаресом. Обидно, конечно, что побывал в нокдауне. Это говорит об ошибках, это говорит о том, что я не до конца выполнил то задание, которое дал отец. Вот была главная ошибка. Уходил влево, вот туда и пропустил. То, чего не нужно было делать, то, что мы отрабатывали, то, что мы говорили. Ну, я рад, что это произошло так. Это опыт, это практика. Называется так. Не умеешь учиться на чужих ошибках, учимся на своих ошибках. Хорошо, что так. Хорошо, что встал, собрался, ну и довел дело до конца. Национальный отбор Invictus Games завершился в Киеве. Украинские военнослужащие, получившие ранения разной степени тяжести на фронте, соревновались за медали в восьми видах спорта. До июня из них выберут 15 человек, которые сразятся на международном этапе в австралийском Сиднее. Давай, 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 давай! Виктор Легкодух пробует свои силы в играх «Непокоренных» впервые. До этого была длительная реабилитация. Четыре года назад профессиональный военный получил осколковое ранение под Дебальцево. В результате – перелом позвоночника. Четыре месяца я был полностью в лежачем состоянии. Потом три месяца активного восстановления. После этого я еще на протяжении года был в реабилитационных центрах. Спортом Виктор занимался и до ранения. Теперь увлекся греблей на тренажерах и решил посоревноваться с другими непокоренными. Если удастся попасть в сборную, хотел бы достойно представить свою страну в мировом масштабе. Ведь это очень важно, что мировое сообщество так принимает Украину, что они включили нас в состав команды «Инвиктус Геймс». От Виктора не отходит жена Галина. Пара познакомилась уже после ранения. Девушка говорит, желание участвовать в «Инвиктус» улучшило моральное состояние мужа. Такие игры мотивируют раненых. Они поддерживают, помогают. Это хорошая психологическая поддержка и адаптация после войны. Поддержать украинских непокоренных пришли не только друзья или родственники, но и киевляне, восхищенные силой духа украинских защитников. Гордимся, что есть такие люди. Они не утратили силу воли и, несмотря ни на что, продолжают побеждать и наслаждаться жизнью. В этом году на участие в отборе зарегистрировались 355 кандидатов. Увидев успехи своих попротивов в прошлом году, количество желающих посоревноваться с иностранными воинами увеличилось вдвое. Личная мотивация? У меня двух ног нет. И это мотивация. Хочу быть лучше, чем те, у кого они есть. Присутствуют абсолютно все институции сектора безопасности и обороны. Вооруженные силы, нацгвардия, госпогранслужба, СБУ, добровольцы, ветераны. То есть все, кто был на передовой. И это уникальная ситуация. В других странах участвуют только вооруженные силы. Но поскольку у нас на фронте воюют многие, они тоже могут принимать участие в «Играх непокоренных». В национальный отбор вошли 175 участников. Они соревновались в лёгкой атлетике, стрельбе из лука, пауэрлифтинге, вилогонках и плавании. Из финалистов к началу лета отберут 15. Они и станут сборной командой, которая представит Украину в Австралии этой осенью. В прошлом году 15 украинских военнослужащих и ветеранов. На «Играх непокоренных» получили 14 медалей, из которых 8 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых. Это очень хорошая демонстрация возможностей Украины. Глядя на вас, в который раз убеждаюсь, что с такими ребятами, как вы, победа всегда будет за Украиной. Бойцы говорят, победить хочется, но это не основное. «Инвитус Геймс» в первую очередь – напоминание. Их уважают и поддерживают во всем мире. Любовь Задорожная, Тимофей Сорокин, Юэй ТВ. И победительницей международного песенного конкурса «Евровидение-2018» стала певица Нета, представляющая Израиль. Успех израильтянке принесла электропоп-композиция «Той», что в переводе «игрушка». По результатам голосования жюри и телезрителей, певица получила 529 баллов. Главной конкуренткой Неты была представительница Кипра Элени Фурейра с песней «Фьюга» «Огонь». Ей присудили 436 баллов. На третьей позиции исполнитель из Австрии Сезар Сэмсон с композицией «Nobody but you». Украинский исполнитель Мэлловин набрал 130 баллов, заняв 17 место. За главный приз конкурса «Хрустальный микрофон» в финале боролись 26 представителей. Что вы чувствуете прямо сейчас? Я не знаю, я не знаю. Знаю, что горжусь. Горжусь быть здесь, быть на этой сцене. Изменить что-то в мире, показать что-то новое перед двумя стами миллионами людей. Победу страны на Евровидении израильтяне отвечали всю ночь. Тысячи жителей вышли на улицы по всей стране. Массовые празднования прошли на площади Арабина в Тель-Авиве. Для Израиля эта победа стала четвертой и первой за последние 20 лет. В последний раз страна выигрывала популярный конкурс в 1998 году. Большой честью для государства назвал победу Нетты премьер-министр Беньямин Нетаньяху. Он, а также президент Израиля Реуэн Гривлен написали в соцсетях, что в следующем году ждут всех на конкурс в Иерусалиме. Это и другая оперативная информация на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала uatv.ua. Следующий выпуск через два часа. Оставайтесь с нами и будьте в курсе происходящего. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова